Ну что ж, доброго дня! Сегодня мы будем готовить икру из синих кабачков. Она отвечает тем требованиям, которые нам рекомендуют диетологи в качестве того, чтобы увеличить количество свежих овощей, фруктов, соков, орехов, что будет способствовать лучшему усвоению питательных веществ. И пища также будет обогащена всеми веществами, витаминами по сравнению с тем случаем, когда мы используем вареную пищу. Потому что вареная пища, она частично подается в термообработке, а это значит, что часть элементов то ли теряется, то ли просто с нашей выворкой, нашей водой она просто сливается. Так что давайте приступим! Ну что ж, на столе вы можете видеть, у нас получается синие, перец красный, помидоры, лук, мускатный орех, имбирь, семена льна, морская соль, которые и нам помогут сделать вкусную икру из синих. Итак, что ж, мы начнем с того, что вот она икра, вот она кабачки. И мы их взяли, отварили в вареном виде, сделали. Вот, и недолго, чтобы они свою форму поддерживали и не теряли, и чтобы также вот не теряли свой витаминный состав. Поскольку у нас все будет перемалываться, то я не очищал данные синие, и они будут употреблены прямо с кожицей. Как мы знаем, кожица растений, она имеет в своем составе коллаген, а коллаген, он очень важен для хрящевых тканей нашего организма. Вот, дальше у нас есть перец, видите, свежий, почищенный. Вот, ну и, конечно, не забываем о том, что зерна всегда можно собрать. И, как мы знаем, вот наши зерна, они отобраны, чтобы уже летом в дачных условиях можно было вырастить новый перец. Ну и вот вам пример, как этот вот перец растет в домашних условиях. То есть, вот так растение набирает в себя все витамины. Вот, мы видим, подвидите, это необходима земля, хороший воздух чистый, свет. Вот, ну и также, конечно, забываем поливать наше растение. У кого есть желание приобрести пальму, вот видите, у нас она также есть, пальма, финиковая пальма, пожалуйста, пишите, вот, и обязательно я поделюсь. Дальше у нас есть свежие помидоры. Видите, количество достаточно-таки небольшое. Вот, мускатный орех. Вот, мускатный орех, он придаст вкуса, поскольку он, это пряность, пряность, но также очень хороший компонент для вот таких вот салатов, который еще был известен в пятом, шестом столетии на Малукских островах. Вот. Черный молотый перец я предпочитаю украинского производителя, поскольку он имеет очень хороший, острый вкус. Вот. Имбирь меленый, он придаст тоже и вкусовым, и витаминным, витаминным компонентам данного нашего приготовления. Ну, я особо хотел бы сегодня отметить, вот, употребление продукции Хамдарт. Продукция Хамдарт, она имеет в своем составе лекарственная трава, травы. И я предлагаю сделать паузу и ознакомиться, что же входит в состав Хамдарт Лаборатории из Индии. Ну, что ж, продолжим наше приготовление. Вот. Дальше мы возьмем лука. Кто любит поострее, чтобы оно щипало, вот, также острый перец. Как вот вы видите, небольшое количество, потому что он достаточно-таки очень острый и щипает реально за зубчики. Видите, я даже, я тут же отбираю семена, чтобы можно потом было летом на посадку, на даче. Вот. Морская соль. Я использую морскую соль, которая высушенная морская вода украинского происхождения. Вот. И семена льна. Как мы знаем, семена льна, они и вкусны, и полезны. И вот мы можем ознакомиться то, что производитель говорит нам, что семена льна, они используются как вкусная и ценная диетическая добавка при приготовлении всемозможных вот холодных блюд, любых фруктовых, овощных салатов. Вот. И содержат в ней белок высокой биологической активности, которая по своему составу близок к идеальному человеческому организму. И, видите, богаты растительным источником незаменимых высших полиненасыщенных жирных кислот. Вот. И почему это важно? Потому что мембраны клеток, в частности, гормоны, которые производятся из жирных кислот, у них должно быть достаточное и количество, и состав. Вот. Поэтому вот очень важно и омега-3, и омега-6, и омега-9. Вот. И в данном случае здесь они присутствуют. И вот по содержанию омега-3 и омега-6 семена льна превосходят все другие продукты обычного рациона человека. Вот. И это значит, что у нас реально есть та норма, которая даже присутствует, я бы сказал, даже в два раза превосходит рыбий жир. Также семена льна, они имеют в составе своими, например, D, и витамин Е, и B2, и B3, и B4, и B5, и B6, и B9. Вот. И бета-каротин, и минеральные вещества, и макро- и микроэлементы, и калий, и кальций, и магний, и железо, и марганец, и меги, хром, и селеми, и алюминий, и никель, и йод, бор, цинк. Вот. Мы... Пару слов я могу сказать, что витамин D, мы знаем, он формируется при... Важен при работе и суставов, и формировании костей, и абсорбции кальция и фосфора из кишечника. И потом это важный регулятор, который мы знаем, он формируется на коже, но также, если его не хватает, мы можем в качестве пищевой добавки получать его с растениями. Вот. И у нас интересный такой факт, что вот витамин Е, он антиоксидант. То есть, какие-то могут быть, вот радикалы формируются под влиянием вот кислорода того же, а радикалы, мы знаем, они разрушают, они видоизменяют структуры клеток, молекулы. Вот необходимо их как-то выводить. И вот витамин Е своей вот большой структурой, он сможет идентифицировать на разности вот электронного потенциала эти вот молекулы и выводить их. Вот. Также мы знаем, витамины группы В, они очень важны при работе центральной нервной системы. Они, в частности, важны для успокоения. Вот. Бета-каротин, мы знаем, это зрение важно для процессов зрения. Вот. Ну, йод и другие элементы, они используются в работе наших гормональных желез. Вот. Поэтому мы стремимся к сбалансированию еди. Вот. Поэтому это вкратце вот так у нас все получилось. Вот. И, соответственно, мы использовать будем сегодня... У нас есть Philips, получается, такая вот смешивающая нас аппарат, и где мы все вот эти компоненты, видите, они в свежем, природном своем составе. Они, вот, как будто вы видите, вот растение, вот у нас очень хорошее здесь вот растение, пример, что растение вот растет. Вот, оно живое. И, вот, оно еще вот имеет свою вот эту вот живую энергетическую составляющую. Вот. Потому что вот высушенная еда, вот, потому что вот высушенная еда, она уже немножко другая, видоизменена. Процессы у нее что, энергетические, не идут на такой большой скорость, а здесь живая, живая еда, а это живые витамины. Вот. И после того, как мы это все приготовим, мы, конечно, можем его в холодильнике хранить. Вот так. Так что идем в следующий этап. Это приготовление и потом сервировка. Ну, а пока мы готовим сервировку нашу, готовим все, чтобы это все смешать, хочу сказать, что вот, интересно, но готов наш пирог. Наш пирог, он приготовлен в французском посуде керамической, и это позволяет просто и удобство, и легкость приготовления. Вот. И это уже будет вкусный у нас яблочный пирог, в котором я рассказал уже в другом видео. Ну, и вот по совету моих родственников, мы также вот собираем листья нашей растений с нашего, с нашей вот дачи. Это у нас малина. Потом мы перетираем и можем делать вкусный чай. Хотелось еще отметить, это то, что важно использовать подсолнечное масло, желательно не рафинированное, потому что оно в своем составе тогда не видоизменяется. Вот. Мы используем очень хорошее масло испанского производства, оливковое масло. Вот. Вот. Оно очень приятное на вкус. Как вы понимаете, оно очень полезно витаминами. И можно использовать его достаточно-таки в количествах, которые вам нравятся. Ну, что ж. Ну, что ж. Мы проходим к сервировке, как вот перед вами эти вот зерна. И вот эти зерна, можете представить себе, что из этого зерна вот растение вырастает, да? Вот оно, перец. Как он растет, как он старается. Какой он у нас хороший, потом ароматный, вкусный, большой. Получается. Смотрите, какая структура. Сколько организм приложил химических, биологических действий, чтобы нам дать вот такую вкуснятину. И вот теперь очень важно, это гармония пищи. Это первое. И второе, это сбалансированность. Вот сбалансированная пища, это пища, которая, она имеет в своем составе и белки. А это белки, это у нас имеют происхождение, в частности, и животного происхождения. Но есть белки растительного происхождения. Но с животными белками есть незаменимые вот белки. Поэтому животная пища, она преобладает полнотой белкового состава. То есть там все незаменимые для организма аминокислоты, которые не могут быть синтезированы в организме человека, они поглощаются вот как раз в полном мере с едой из животного мира. А вот если мы говорим за жиры, то наоборот. В растениях у них есть полнота незаменимых жирных кислот. То есть тех, которые нет в животном мире. Поэтому еда животного и растительного мира должна быть в сочетании, чтобы у нас было достаточное количество незаменимых и аминокислот и достаточное количество незаменимых жирных кислот. Поэтому мы также, как вы помните, принимали не только растения и их состав, как я вам приводил пример, но также и масло использования подсолнечного или оливкового нерафинированного масла. Вот. И также углеводы. То есть углеводы это из зерен нам вот злаковых производится мука, а из муки у нас печется хлеб. Поэтому в данном случае перед вами очень простое, но в то же время сбалансированное блюдо. И я вам желаю, что если вы хотите сделать его более острее, вот вы любите, то добавьте большее количество чеснока, лука, перца. Вот. Если же нет, то, соответственно, оно не будет таким острым, будет приятным, своеобразным, свежим на вкус и сладким. Так что я вам желаю приятного аппетита. И пробуйте, экспериментируйте. И следите за новыми видео, в которых я расскажу, а как же готовить вкусную запеченную курицу. Всего хорошего и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok